Здравствуйте, уважаемые студенты! Сегодня мы начинаем нашу лекцию «Роль и функции IT-инфраструктуры в деятельности организации». Эволюция вопросов информационной технологии. Ставим технических систем и комплексов информационных систем. Это контроль расходов на автоматизацию развития IT, внедрение новых информационных систем, повышение эффективности работы сотрудников, гарантия качества, информационных услуг, исключение риска, ошибочное решение организации взаимодействия IT и бизнеса. Решение проблем большинства предприятий. Это формирование информационной инфраструктуры на предприятии не управляется. И стихийное самоформирование, которое основано на восприимчивости к новшествам, ведет к перерасходу средств в настоящем, непрерывной перестройке в будущем. Дезорганизованность и нерегламентирование самодеятельности способствуют хаотичному формированию инфраструктуры. Необходима борьба со сложностью информационной инфраструктуры. Например, способ борьбы со сложностью – это передача части работ третьим фирмам. Необходимо внедрение простых стандартных схем формирования инфраструктуры. Схема стандартизации может быть индивидуальной, но необходимо жесткое соблюдение стандартов. Анализ проблем Четкое понимание всех участниками структуры и функций системы Определение взаимосвязей ее компонентов Строгое распределение обязанностей зум-ответственности Наличие информации о состоянии системы в целом и ее компонентов Наличие информации о задачах, выполняемых пользователями Определение важных функций Доступные и принятые всеми методологические основы Информационные технологии и управления Самая распространенная методология ITL – Information Technology Infrastructure Library Любая система управления базируется на некоторой модели управления Если говорить об управлении бизнесом, то это ERP, MRP, CSRP и другие модели Если говорить об информационных управлении и информационными ресурсами, то это модель ITL Вопросы управления информационной технологией и инфраструктурой Как объединить столько разнородных процессов в единую модель Как сформировать функции системы и сотрудников Как получить информацию о текущем состоянии системы Какие критерии используют при выборе направленных развития системы Как найти грань между потребностями пользователя и возможностями системы и сотрудников информационных технологий В стандарте ITL деятельность по обеспечению IT-сервисов Проставляются в виде отдельных процессов Имеющих входные и выходные параметры И четко определенные цели Поддержка сервисов Это управление конфигурациями, проблемами, изменениями, разработкой и распространением программного обеспечения Взаимодействии с пользователями Представление сервиса Это управление уровнем сервисов, производительностью, доступностью, управлениями затрат и непрерывностью Information Technology Infrastructure Library Новая методология моделирования информационных систем Представляющая информационную систему как всю инфраструктуру предприятий Задействованы в процессе управлениями всеми информационно-документальными потоками Методология, позволяющая привести систему к единому стандарту И обеспечивающему их эффективным функционированию Тщательное описание жизненного цикла IT-организации Она позволяет провести свои системы к единому стандарту Обеспечить эффективное функционирование служб информационных технологий И удовлетворение нужд бизнес-пользователей Обеспечить стабильное и предсказуемое развитие системы Ключевая концепция IT-организации информационной технологии сегодня Это, прежде всего, управление сервисом или услугами На нем постоянно все построенные методологии И они объединяют остальные компоненты для достижения цели Техническая инфраструктура На разработку инфраструктуры требуется время Выполнять поддерживший роль связи с реальной бизнес-деятельностью Видно не всегда четко Зависимость информационных систем и бизнеса Вносит ограничения на проведение изменений Разработка и создание инфраструктуры требует значительно инвестиций Приложение Горизонт планирования ближе Разрабатывается для выполнения конкретной бизнес-задачи Планирования жизненного цикла И принимаются на рассмотрение технологий Для достижения поставленных целей Бизнес-планы Составляются на основе стратегии организации Рассчитаны на один календарный или финансовый год Составление бюджета, планирования Составление отчетов о ходе выполнения работы Зависит от периода Планы должны быть отражены четыре аспекта Это время Определяется датой, начало и окончанием работ И разбивается на этап Количество Цели должны поддаваться измерению Для осуществления мониторинга Хода выполнения Затраты и доходы Результаты работы должны быть Соразменны предполагаемыми затратами, усилиями И полученным доходом Процессная структура организации Четко определена Что должно быть сделано Какой ожидается результат Каким образом можно определить Что в результате работы процесса Достигается ожидаемых результатов Как результаты выполнения одного процесса Влияют на результаты других процессов Процессная структура организации работ Не учитывается ни существующее распределение работ Ни деление организации на отделы Показывает, как некоторые виды работ в организации Координируются, дублируются друг к другу И игнорируются или вообще не нужны Процесс Логически взаимосвязанная между собой Последовательность работ Направленная на достижение поставленной цели Последовательность работ Нацеленная на преобразовании входных данных Группы, организованные между собой деятельности Для оптимизации качества каждой из них Нужно рассматривать отдельно Ответственность за процесс Владелец процесса несет ответственность за результаты работы процесса Менеджер процесса отвечает за его структуру и выполнение И поддает отчетничество владельцу процесса Координаторы процесса отвечают за выполнение заданных видов работ И отчитываются по результатам их выполнения менеджера процесса Вот перед вами общая диаграмма процесса Стандарты для выходных данных каждого процесса Должны быть определены, чтобы вся цепочка процесса Обеспечивала достижение корпоративных стратегических целей Эффектив Это результат процесса отвечает заданным стандартам Такой процесс будет сейчас эффективным Эффектив Работа в рамках данного процесса Выполняется с наименьшими усилиями и затратами Этот процесс будет рациональным Цель управления процессами Планировать и контролировать процессы таким образом, что они были одновременно эффективными и рациональными Описание процессов Процедура – описание логически связанных видов работ с указанием и исполнителем Процедура может включать в себе этапы из различных процессов Процедура определяет, что должно выполняться и кем Она может меняться в зависимости от организации Набор рабочих инструкций определяет, как следует выполнять виды работ, входящие в состав процедур Контроль качества услуг Процессы, в которых участвуют несколько подразделений Или путем мониторинга определенных аспектов качества Доступность, мощность IT-средств Пропускная способность, стоимость и стабильность Сопоставление результатов мониторинга Гарантия получения качественной информации Спасибо за внимание, за сегодняшнюю лекцию И я бы хотела, чтобы вы ответили на некоторые вопросы То есть, как вы понимаете в вашем понимании бизнес-план И какие бизнес-планы можно создать по нашей специализации Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!